Приветствую вас. Нет, переубедите, человека сейчас на данный момент нельзя, потому что совершенно очевидно, что решил он всё достаточно чётко, но решил он всё достаточно основательно, хоть и, безусловно, резко. Я так думаю, что ваш парень просто испугался ответственности, испугался близости, вот, испугался, возможно, какого-то будущего, и, соответственно, чтобы как-то объяснить свой такой страх, да, он вот придумал такую легенду. С другой стороны, это может быть действительно так, то есть у человека есть запрет на какие-то вот близкие отношения, а у человека может быть действительно есть страх близости, страх заплесняться, и вот, хотя какое-то время, у него начинает возникать чувство, как будто, как к сестре, да, то есть, ну, происходит запрет. Присходит запрет и отдаление, вот, то есть, это тоже нельзя, вот тут, нельзя это сбрасывать со счетов. Вот. Но, но, меня лично насторожило то, что вы хотите человека вернуть и говорите о том, что он идеальный, вот. То есть, то есть, вы его идеализируете, потому что идеальных людей, в общем-то, не бывает. И вот, то, что вы его идеализируете, вполне может привести к тому, или могло привести к тому, что он, вы в нем чересчур растворялись. Вот. И если вы в нем растворялись, то молодому человеку, вполне вероятно, с вами стало некомфортно. Просто. Из-за этого, из-за того, что вы в нем растворялись. И, соответственно, именно по тому, что вы в нем растворялись и его идеализировали, ему, возможно, с вами стало просто-напросто тяжело. Ну, потому что, с одной стороны, это, постоянные какие-то ожидания от вас, от него, с вашей стороны. Вот. Это, постоянные какие-то ожидания, постоянные какие-то, может быть, требования. Хотя, вы их можете не высказывать, так вот, прямо. Но они могут быть. С другой стороны, это все-таки растворение в человеке, в том смысле, что вы, возможно, старались все сделать для него, возможно, старались все для него. И, смотрели на него снизу вверх, но, там, тоже далеко не всем людям по душе, там, тоже далеко не всем нравится, вот. И, значит, соответственно, человеку просто стало некомфортно, некомфортно, как-то, вследствие чего он, решил, решил, значит, отойти немножко от вас, вот. Дальше, на что нужно обратить внимание, да, на что нужно обратить внимание, это на то, что вы хотите его вернуть. То есть, вы хотите его вернуть, вы хотите, чтобы он был с вами. Вот. То есть, на этот вопрос вам тоже нужно ответить, какие у вас потребности. есть. Какие у вас желания есть, в этом смысле, в этом смысле, в этом смысле. Вот. И, соответственно, тут тоже нужно поисследовать, чем бы руководствоваться. И, это также очень важный момент. Дальше идем. Необходимо определить ваши чувства к человеку. То есть, необходимо определить, что вы чувствуете по отношению к своему мужчине. Вот. То есть, что вы его идеализируете, это понятно, но идеализация, это в некоторой степени, да, чувство все-таки детское, вот. Вот. А мы говорим все же о взрослом, взрослом. То есть, мы говорим именно о взрослом. То есть, что вы хотите, например, для него. Вот. Что вам нужно для него. И это тоже очень важный момент. Тоже очень важная история. Я надеюсь, что вы для себя ее, ну, исследуете. Я надеюсь, что вы для себя ее исследуете. Вот. Потому что, необходимо разобраться в том, какие у вас чувства к главному человеку, да, и идеализацию снять. Дальше. Так. Вы пишите, что два месяца уже я думал, что любит как-то срулевочку, что не может так больше. У него в бывшем это такое было. Сказал, что не хочет пытаться это произвести. Говорит, со мной ему комфортно, но не может так продолжать. Я думаю, что ваш мужчина, это человек, который, ну, достаточно такой истеричного типа, я бы сказал. Вот. У него вот, ну, может быть, такие, видимо, он пытается быть идеальным и правильным. Наверное. Но в результате он, скорее всего, подавляет. Свои чувства, да, свои желания. Вот. И, соответственно, мне кажется, что именно это подавление и стало следствием его такого всплеска и его такой реакции, такой модели поведения. Ага. Дальше, значит, сказал, давай попробуем допережить, потом через пару часов всегда у них не переживем. И Бронтл даже месяц шансов не хотел давать. Ну, здесь явно у человека есть идиот, точнее, какое-то переживание, да, с вами это переживание, скорее всего, не связано никаким образом. Вот. Так что, я думаю, что принимать на свой счет действительно не стоит. Кроме того, что вот вы их потеряли. Ага. Почему не стоит пробовать вместе, как мы можем перейти с ним? Помогите, пожалуйста. Помочь всем. Татьяна. Все. Выходите, чтобы мы вам помогли. То есть, объективно, да, мы вашего мужчину вернуть не сможем. Это объективно. Потому что, человек решил, у человека есть, ну, есть четкое понимание того, чего он хочет. Вот. И мне кажется, что если вы его любите, то отнестись к его решению вам нужно, ну, как минимум уважительно, да. То есть, ну, с выбором. То есть, нужно показать, нужно показать ему, что вы уважаете его решение. Оно для вас, оно важно и наше, наше. Вот. То есть, такая вот история. Такой момент. Вот. И, соответственно, я думаю, что здесь так. То есть, любое, любое, по сути, любое, по сути, проявление эгоизма с вашей стороны, может привести к его еще большему отдалению от вас. Если вы этого не хотите для себя, то мне, думаю, что отговаривать, переуговаривать его сейчас не стоит. Это совершенно точно. Вот. Тем более, что человек находится явно вот в каком-то таком эмоциональном сейчас состоянии. Вот. Возможно, там у него случилось что-то, произошло, ну, произошли какие-то вещи с ним. Вот. Возможно, там что-то у него, что-то у него случилось такое, что, ну, как, как правило, это вещи какие-то, знаете, вот, из прошлого какие-то вещи. Появляется, и человек так-так реагирует. Дальше, сам когда бросал, у него слезы текли, а я хочу вернуть его. Ну, вот, здесь мы подходим, значит, к вопросу о том, что для вас означают его, собственно, слезы, то есть, что они для вас означают слезы его. И когда вы говорите, что хотите вернуть человека, да, то вопрос, ну, мне кажется, нужно ставить так, сперва, да. Исходя из того, что вы потеряли с его уходом для себя. Вот. То есть, что конкретно вы потеряли с его уходом для себя. Чего вы лишились? Вот. Вот. И вот. Ну. И для того, чтобы человек, ну, человек ушел от того, с того, с того, с того, с того, с того, с того. Это важно, потому что, потому что, без этого вы всегда будете сохранять. Значит, повышенную мотивацию, ну, вот, быть с ним в отношениях. Вот. А это, в свою очередь, приведет, значит, к повышенным рискам отдаления от него. Вот. Так что, я думаю, что в начале нужно, соответственно, дать ему время немножко побыть одному, раз вы не смогли по горячим следам, да, его преубедить. Вот. Значит, нужно дать ему время остыть, разобраться в себе и после этого наладить с ним такую модель общения, которая была бы комфортной, например, вам и ему. на основе ему. Вообще в основном ему. Вот. Ээм. И уже на этом фундаменте,ээм. Ну, что, значит, выстраивать, выстраивать отношения немножко видоизмененных. То есть, возможно, следует меньше его идеализировать. возможно, вам следует больше ориентироваться на себя, а не на него. Вот. То есть это такие истории, уже требующие такого детализированного подхода. На мой взгляд, на мой взгляд, требующие детализированного подхода, потому что тут уже многое зависит от вашего психологического портрета. И, наверное, от желания меняться, потому что если вы будете вести себя так же, то ничего не изменится, к сожалению. Обратите, пожалуйста, внимание основное на то, почему вы так хотите его вернуть. И вот вы пишите, мы идеально созданы друг для друга, это все-таки такая достаточно детская позиция, которая, ну, как бы, скорее отличенная и иллюзорная, чем реально. То есть мне это ощущение, что вы человеком принимаете и принимаете таким, как он, какой у них есть. Ну, вот об этом я точно вам далеко не рекомендую подумать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «Будуротоночь», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.